Так, всем привет, друзья! С вами Влад Широков, это мой... Всем привет, друзья! В этом выпуске мы поговорим с вами про страхи. И страхи и творчество. В общем, я решил сделать такое, вот у меня родилась идея, сделать такое видео, что страх может это видео кого-то побудить лишний раз, не бояться какого-то осуждения, либо какого-то порицания, да, с людей. Окей, люди — это, в принципе, стадо, и бояться его бессмысленно. Если тебе что-то нравится вообще в жизни, да, ты должен, ты обязан просто сделать, потому что ты можешь не успеть сделать, сдохнешь просто так, да, и всё, о чём мечтал, как бы даже не попытаешься существить. Так же вот и талант. Ну что такое талант? Талантливых людей, ну, единицы на весь земной шар, там на 7 миллиардов людей, талантливых может, ну, сотня, там, тысячи человек. А остальное — это просто усидчивые-усидчивые люди, которые бьют, 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 делают, 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 а потом пожинают плоды. И на самом деле, сколько я вот не замечаю людей в разных сферах, пусть это музыканты, да, музыканты, художники, фотографы, там, видеографы, ну, любая профессия, не знаю, какие-то крутые инженеры, там, айтишники, ну, кто программисты, всегда 10 лет. Вот для нормального профессионализма нужно отдать 10 лет. Но это не всегда так, есть, конечно, какие-то вандуркинды, но это относится как раз к таланту. Но таких людей очень мало, а так в основном это просто, если ты увлечен одной темой, рано или поздно и тебя узнают, если ты какой-то блогер, да, и, ну, то есть ты получаешь за это плоды, в общем. Главное дело – делать, делать и не сдаваться, не останавливаться. Бояться осуждения, ну, это бессмысленно. Вообще чего-то бояться в этой жизни, конечно, ну, нужно, с одной стороны, потому что это инстинкт самосохранения, чтобы там бояться, может быть, о чём-то говорить, потому что, ну, не всё так просто. Но нужно, конечно, понимать, если это касается творчества, да, боязни там, осуждения от того, что ты делаешь там хреново, мне кажется, это фигня, потому что, блин, ну, кто тебя вообще может осудить, если ты делаешь это твоё творчество? Один скажет «заебись», другой скажет «да дерьмо». Так в любом искусстве, вообще, кто занимается искусством, они чётко понимают, что ты, как бы, делаешь своё видение – это эгоизм. Вот даже вот блог, что я пишу, с одной стороны, это просто эгоизм, потому что я хочу поведать своё, типа, своё дрочное мнение, да, дешёвое, людям, людям. То есть люди потратят на это время. Также вот в искусстве люди, которые пишут картины, они навязывают свою точку зрения этим искусством, они хотят доказать чему-то. Просто это так же эгоизм там вешают на огромное здание свои какие-то, ну, художество, в общем, свой арт. Это же их мнение, их точка там, их идея, в принципе. Это как бы часть эгоизма, и не надо бояться быть эгоистом, да, это нормально именно, если ты занимаешься искусством. Если ты, конечно, конченый мудак, который думает, что это вот я, но это не всегда хорошо, но ты просто будешь один, но это не всегда плохо, не знаю, у каждого сам выбирает, наверное, то, как ему жить. Не знаю, вот с годами я понял одно, что самое важное, что я приобрёл, это не бояться спросить, если ты что-то не знаешь, да, или у тебя куча там сомнений. Ты просто спрашиваешь у людей, ну, типа, тебя, если даже и пошлют, ну, в основном у меня такого не было, рано или поздно тебе ответит, да, кто-то. Не надо, конечно, заебывать человека, который, типа, тебе левое, а ты его написаешь, как мне вести блог, там, как мне делать. Но так в основном, если ты что-то встречаешь, да, спросить можно, что там за техника, на что снимаешь, ну, чтобы как-то влияло на твоё развитие. Я не стесняюсь спросить, и всегда люди, на самом деле, творческие каких-то профессии идут на встречу, если ты сам не мудак. Но мудаку подсказывать, конечно, не очень. Но во мне, кстати, не очень вот это развито, потому что если у меня спрашивают какую-то вот, ну, ахинею там дети, ну, я не особо, это, лояльно отвечаю, ну, как бы я вообще не отвечаю, потому что, ну, это трата времени. Не знаю, зачем отвечать на глупости. Там, ну, вообще паранойя. Если этот вопрос конструктивный, да, там, какой стекло, типа, мне не впадло ответить. Ну, опять же, если там сто человек, я просто такого еще не испытываю. Ну, а так, короче...